Бражу, хожу, мне уже иногда думается, когда же какой-нибудь маньяк ко мне подойдет и изнасилует. Птеродактили это какие-то. Какие изгибиционизмы делает эта дорожка. Ну что, за Латвию! Значит так, я приехал в город, название которого, наверное, не смогу правильно произнести никогда. Это Виесите, возможно так это читается. Я не могу это произнести, вот ни при каких условиях. Город очень маленький и я его называю столицей региона Селья. Это латышский такой регион, ну вот официально это не так, но я почему-то так считаю. В каких-то пабликах даже говорили, что это самый аккуратный и чистый город Латвии, но по-моему это тоже не так. Сейчас есть гораздо более чистенькие и ухоженные города. Он такой, видите, пустынный весьма, здесь живет где-то 2000 человек, даже меньше, знаете, наверное. Сегодня еще воскресенье и по славной традиции в таких городках, в Латвии, воскресенье все закрыто, кроме магазинов. Даже музей местный закрыт, к сожалению. Пока здесь никого нет, а думаю здесь никого не будет. Вон, видите, здесь, значит, козел один из их символов, а вообще желуди. У них на гербе желуди, которые есть, вон он, видите, герб. Во. И эти желуди, они, по-моему, символизируют власть. Это очень странно, но вот так я где-то тоже прочитал. Я вначале сказал, что есть такой регион Селлия, и, наверное, из предыдущих видео вы многих моих слышали об этом. Вот в Якопилсе есть даже музей деревянной архитектуры Селлов, деревянные домики 19 века, которые перенесли с разных регионов Селли в Якопилс. Селлия это регион, где исторически жило племя Селлов, и у них даже был язык, как я читал, в веке 15-м, потом исчез их, собственно, язык. В Латвии сейчас он сохраняет, соответственно, у Латышей, у Ливов и у Латгалов. У Селлов уже его нету. По-моему, во всем этом городке есть только один магазин, вот этот Топ. Я не люблю Топы, там нет хорошего пива, и вообще там выбора нифига нет, но придется в него идти. За магазином Топ раскрывается вот такая вот постмодернистская красота. Это здание начали строить еще в 80-е годы советского времени, но закончили уже ближе к нулевым годам, уже при независимой Латвии, соответственно. Вот такое шикарнейшее здание, очень его люблю, и я даже как-то делал о нем пост в своем телеграм-канале Клизма Романтизма. Изначально оно делалось как зал собраний, кинотеатр, насколько я помню. Теперь это вот, судя по названию, культурный центр, дом культуры. Вот такой вот он весь со всех сторон красивый. И, конечно, здесь считаются эти локальные, национальные, с позволения сказать, мотивы латышской архитектуры. Даже он черепичка керамическая. Я бы вообще сказал, что это один из лучших примеров латвийского постмодернизма, вот таких вот 80-х годов, где используются и локальные мотивы, и даже в том числе, наверное, намек на деревянную архитектуру присутствуют. И в то же время вот эти вот еще модернистские традиции чувствуются архитектурные. Совсем недавно, в 21-м году, в Латвии утвердили какую-то программу защиты культурного наследия Селии. И вот здесь вы видите флаг Селии, красно-бело-зеленый, герб города, ну, латышский флаг и украинский флаг, соответственно. Городок вообще очень уютный, такой вот холмистый. Как я понимаю, вот этот козлик – символ местного рынка. А вот и сам рынок. Здесь, видимо, иногда ведется торговля. Мы проезжали Екопилс, там вовсю сегодня торговля, но здесь, видимо, совсем мало людей, поэтому и нету сегодня никого. Вообще городок известен своей узкоколейкой бывшей. Вот, видите, здесь даже рельсы показали, как они были. И тут есть музей узкоколейки. Но вот сегодня и завтра он закрыт, как раз когда я в Латвии. Ну, я, в общем, был здесь прошлой зимой. Я вам фотографии покажу того, как тут было в этом музее. Тогда, сейчас, может, там что-нибудь поинтереснее уже сделали тоже. Но там можно зайти в пояс сам, посмотреть интерьеры. Ну, и вообще там довольно интересная экспозиция. Там и советская, и времен Первой Республики, потому что особо активно эта железка развивалась в 30-е годы, в 20-е годы. И эта железка вела из Нерите, из Литвы, насколько я понимаю, и вплоть вот Екопилс и дальше Круспилс. А еще в Висите родился известный врач-онколог Латвии и Советского Союза. Он там немножко застал Советский Союз в 50-е и 40-е годы. Это Паулс Страдинш. Вот, наверное, так правильно его надо произносить. Я знаю, что здесь не ходят поезда, но почему-то все равно боюсь ступать на рельсы. Какой-то, видимо, рефлекс. Ну, вот, как видите, сам музей сегодня закрыт. Но здесь кое-что можно увидеть и снаружи, из-за забора. Это вот такая машин. Как я понимаю, это сельскохозяйственная машина. Ну, и здесь видно депо. Вон, здесь несколько даже депо, в которые можно входить. И там есть экспозиция. А вот это вот домик, там касса. Музей довольно обширный, с большой территорией. И экспозиции там достаточно. Ну, и здесь же находится инфотуристик, который сегодня, конечно же, тоже закрыт. Для меня это, конечно, не огорчение. Я знал, что музей сегодня закрыт, заранее посмотрел. Но для меня это все-таки не очень понятно, когда музей закрыт в воскресенье. Даже немножко нам народного искусства дали. Здесь из каких-то отходов сделана сова из пластика, по-моему. Из бутылок, скорее всего. Даже две совы или филин. Тут еще градообразующей, так скажем, частью, элементом, что ли, является вот эта такая странная насыпь, холм. Я так и не удосужился узнать заранее. Это искусственная вещь или естественная. Может быть, это насыпь для узкоколейки, но что-то она как-то слишком высокая. Вон, смотрите. Высота-то приличная. Думаю, что это все-таки естественная вещь какая-то. Хребет такой. Знаете, похоже, как у нас на Карельском перешейке между озер. Вот эти вот ледниковые образования. Немножко даже местами они бывают гранитные. И хочется здесь с двух сторон иметь по озеру. Ну, ладно, и так нормально. С одной стороны там уже поля, с другой стороны город. Ага. Ну, и вот и смотрите, какая красота для любителей модернизма. Здесь с холма открывается вид на белоснежное здание. Вот школу как раз-таки. А прямо впереди церква. Церква. В аккуратности, конечно, висите не откажешь. Места такие типа для прибухнуть. Но я бы тут, конечно, не прибухивал уж как-то неприлично совсем. Правда красивая церква. Не очень понимаю, каких она годов. Сейчас надо будет подойти поближе. Там наверняка будет написано. Ага. Вот сейчас мы все и узнаем. 1939 год. Я зашел в церковь. Там очень красиво. Деревянные элементы есть. Но я постеснялся снимать. Меня там сразу же встретили дружелюбно. Так типа проходите, проходите. Я говорю, я так как просто как турист. Я не понимаю, что говорить. Ну, и они мне решили там рассказать немножко истории. Но поскольку я вообще не говорю практически на латышском, ну, видно, что им очень сложно на русском. Поэтому я не стал их особо мучить. Спросил, каких годов постройки вот скола, вот, которая модернистская, вот эта вот скола, которая за мной. Ну, они сказали, что чуть попозже, чем церковь. Ну, может быть, 40-й год какой-нибудь, там, 39-й, я не знаю. Так вот же написано, что она, школа эта, 1929 года. Но, кстати, цвет вот этой церкви, цвет кирпича, что ли, он хорошо сочетается с соснами. И вообще вот с этой тропинкой, дорожкой к парку. Сейчас там еще будет озеро, между прочим. И вот там-то я и посижу. А прямо у церкви и у школы есть такой вот приятный садик с островом и мостиком. Сейчас я, может быть, день здесь посижу, поразвлекаюсь. Вообще, я думаю, что у меня надо что-то с собой уже сделать. Потому что каждый раз, когда со мной пытаются заговорить и готовы это сделать, я начинаю стриматься. Я забываю все слова по-латышски. Я забываю, блин, все слова даже по-русски, по-моему. Ох, красота, яблоки созрели все. У бабушки, небось, там в поселке, у школы будут очень красивые. Там целый сад из яблонь. Ага. А это что у нас тут? Борщевичок нашел в Латвии. Причем такие конкретнейшие заросли, я бы сказал. Здесь такое большое футбольное поле сделали. Будто бы собираются к, не знаю, чемпиатам мира тренировать народ. Вон, смотрите, для такого маленького городка такое огромное поле. Памятник вечной славы героям. Ну и да, здесь 44-й год. А рядом памятник, так скажем, более ранний, времен Первой Республики, как я понимаю. Но мне этот городок явно очень и очень нравится. Вот прям кайфую от таких тропок вдоль парка. И чтобы с видами на поля, очень красиво. Была бы погодка получше, вообще было бы суперски. Ну, что я жду от сентября. Это, пожалуй, вообще идеальная картинка, как я себе представляю регион Сели. Поля зеленые, небо, может быть, такое хмуроватое немножко, такое, знаете, платиновое. И холмики небольшие. Да, пожалуй, это просто вот мой идеальный вид сельской местности. Еще так, смотри, дорожка делает эти. Там вон вдалеке вообще какие-то птицы, по-моему, хищные охотятся, парят. Самое прекрасное, что вот эта череда холмов с полями, она уходит вдаль и вдаль. Видите, такие панорамы получаются. Чертовски мне это все нравится. И вот так вот повернуться, и здесь тоже. И там тоже. Знаете, я, наверное, прямо здесь сяду и посижу. Главное, что отсюда сейчас слышен... Не знаю, слышите ли вы, нет, но это бой колоколов. Смотрите, как хорошо сочетается бутылка с пейзажем. Вот так бывает, едешь, думаешь, погода поганая. Это граница, там люди все болтают. Украинцы им, блядь, не нравятся, еще им что-то там не нравится. Думаешь, поскорее бы уже приехать куда-то. Потом еще в автобусе едешь со всякими советскими латвиями газетами и музыкой тоже, там, в духе 90-х. А то и более ранних периодов. А потом приезжаешь от такое поле, и все. И понимаешь, что вот ради этого стоило ехать. Смотрите, какая уютненькая лестница. Конечно же, она поднимается к чему? К нашему любимому и всем знакомому певчему полю. Сейчас я его вам покажу. Па-бам! Певчее поле. И... оп! Качельки. Да, слушайте, я тут просто один. Брожу, хожу, мне уже иногда думается, когда же какой-нибудь маньяк ко мне подойдет и изнасилует. Почему-то этого не происходит. Причем я никогда не понимаю. То есть в Латвии такое часто случается, когда тут один, но среди абсолютно ухоженного, сделанного, облагороженного пространства. Тут есть туалет, можно сходить. Я явно скоро захочу после этого пива. Вот смотрите, все как бы сделано. Кто-то за этим постоянно ухаживает, но чтобы кто-то этим пользовался, этого мало. Вы знаете, здесь прямо какие-то экотропы сделаны. Деревянные мостики, канавки. Смотрите, какие скамеечки деревянные красивые. Вот все оборудовано для того, чтобы ходить с комфортом. Но давайте же сделаем это. Пройдемся с комфортом по деревянному такому вот мостику, не мостику. Он просто идет. Здесь не влажно внизу, кстати. Здесь можно было бы ходить, но он почему-то все равно здесь идет. Видимо, для атмосферы. Знаете, я, конечно, очень надеюсь, что вот этот символический визит Висите не будет, как в прошлый раз, когда на два года я не смог приехать в Латвию. Все-таки я надеюсь, что я смогу сюда приехать очень скоро. Хотя бы на основании того, что у меня тут родственники живут. Ну, знаете, тут все-таки становится довольно влажно. Такая заболоченная местность. И вообще вот у Виситы, особенно если мы говорим вот, наверное, так к северу от Виситы, там прям болото конкретное есть. Ну, и здесь явно эта тропинка вот деревянная, она уже нужна, потому что мы бы не прошли по этому болотцу. Какие изгибиционизмы делает эта дорожка с разными панорамами на всякие виды. Я думаю, сейчас мы увидим наконец-то озеро. Если кто-то думает, что мне здесь начал нравиться всего лишь от одного пива, ну, не знаю, это вы меня плохо знаете. Ну, вот как вам вообще нравится здесь? Хотели бы здесь походить в одиночку особенно или, например, в паре с кем-то, почему бы нет? Или посидеть где-нибудь здесь тоже на пару. Это ж круто. Вот смотрите, я поднялся, здесь эта качелька. А вот и озеро. Уютненько, приятненько, но нету мест для купания. Видимо, оно не очень для купания само по себе, это озеро заболоченное такое, черненькое все. Ну, можно было бы, я думаю, обустроить такой небольшой выход песчаный, но здесь решили с этим не запариваться. Хотя, я думаю, кто-то здесь пытается купаться, особенно в жаркие дни, почему нет? Вот здесь видно, что заход был. Тут любители порисовать, прорисовали всяких гадостей. всяким пушонем, гадость прорисовали. Можно посмотреть фотографию, правда, непонятно каких годов. Иманс Рансас. Не знаю, каких годов эта фотография. Тридцатых, может быть. Одна из центральных улиц выглядит таким образом. Тоже весьма приятная. Здесь есть кирпичное здание, вот с этими волнуными основаниями. Ну и город с рельефом, это, конечно, крайне приятно. Вот, смотрите, как тут, ух, вниз, ух, вверх. Люблю. Ну, слушаю, милый латышский городок. Такой. Я бы не сказал, что он самый ухоженный. Видали мы и поухоженнее. Но здесь приятно. Скайсто. Вот я понимаю оформление окон. Красиво, уютно. Говорите, вологодские резные палисады. А висецкие вы видели? А это начало, собственно, вот той тропы, которая становится деревянной. Здесь можно опять по ней пройтись. Вот все-таки люблю я вот это озеленение в балтийских странах. Уж больно оно красочное и уютное. Запреты тут присутствуют, но оформлено вот так вот. Их можно немножко поддергать. Впереди по курсу, не очень понимаю что, но похоже на какую-то пожарную кланчу, может быть, издание для пожарных машин. Ага. Висит и обнаружена еще и мощеная дорога. Прямо она уходящая вдаль, далеко-далеко. Сохранившаяся. А в этом доме жил Паус Траденш. Тот самый известный онколог. Вот даже даты его жизни написаны. Вот такой вот домик. Нравится мне эта тема, когда всякие разные рисунки закрывают окна домов заброшенных. Это довольно мило. Здесь, видите, и узкоколейный поезд есть. А если в ту сторону посмотреть, мы разглядим церковь. Есть и тот самый козел с цветами, и кораблики. Всякие лебеди, или гуси, не знаю, мишка одинокий. Чего только. Ну, просто потому что все эти росписи, они рядом с Центром искусств художественной школы. Кстати, в городе в этом даже не один парк, а несколько. И вот я иду по одному из них. Здесь такая интересненькая мощеница присутствует. А вот там за кустами, там уже кладбище. Сейчас мы на нее тоже зайдем. Ага, там вдалеке какой-то дом с рогами и с будкой собачьей. Место для прибухнуть. Но я уже все прибухнул, все, что можно было. Больше бутылки не буду, мне еще бабушкин натиск надо выдержать. Ну и кладбище. Вот оно такое маленькое, смотрите, какое колоритное. Небольшие могилки. Все ухожено. Все приятненько. Но явно здесь новых захоронений не производится. Вот эти выразительные ворота валунные. Встречается подобная архитектура по всей Латвии. Ну и немножко покажу еще кладбище изнутри. Вот оно такое вот. А вот это сооружение напоминает мне, знаете что, помните финские крестьянские монументы в памяти о крестьянах, бороавшихся с притеснениями, которые у нас есть в Ленобласти. Они ставились в 30-е годы. Сохранилось несколько штук таких. Только это поменьше, ну и без внутренних помещений. Ну и какая Латвия без гнездаиста. Вот я только что из Висси это приехал и показывал вам подобные устройства. Вот оно же, пожалуйста, такое вот и такое. Такие, я бы сказал, адские машины. Согласно, у нас есть филы, а сэрмия, а сэрмией, а сэрмией. Дīвуси, аукуси, а позволите свою му Labs millionу и Деву Весите. Павлю темнота, и салбрежения, и ты ее братья с фибрами. Мне зовут витаме Тиране, и мы в общем-то тут. Задусь отместить на кулака 3C, и рекомензии раизу пилоскопных, а потом искать в составе с megоварком и плечи 2, 5. Добурши, Так, что с артаном саллы и чалкас, с дабы колна, как коки, не бей саллы буши. А вот это вот банька. Чего тут только нету. Всякие венички, корыца, и прочие разные интересные вещи. Можно даже заглянуть вот туда. Здесь явно предполагалась растопка. Здесь явно амбар. Для хранения всякого разного. Вот такая вот красотень здесь. Нравится мне вот этот шкафчик, видите, похоже немножко на Микки Мауса. А это жилой дом. Причем очень большой жилой дом. Здесь вот кухня, как я понимаю. Миленькое, конечно, такое местечко, со всякими вон грибочками. И тут даже где-то есть конопля, Женя нашла в прошлый раз. Спасибо. Продолжение следует...